Новое оборудование – самый современный удар по болезням. В центральной больнице города говорят, благодаря таким помощникам выявлять заболевания стали быстрее. Эндоскоп, например, способен находить раковые опухоли на начальных стадиях. Рентген не отстает. С дуга – это тоже… она и в ангиографии может сработать и везде. То есть для этого, для полной визуализации и изнутри, и снаружи, вот это все и создано. Развитие здравоохранения в Риотове, как и во всем Подмосковье, в приоритете. Задача номер один для властей. Городу помогает областной бюджет. На создание отделения эндоскопической хирургии выделили больше 8 миллионов рублей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов лично проконтролировал, на что пошли бюджетные деньги. Мы второй год решаем задачи, которые ставят при нами жители. Проводим модернизацию здравоохранения. В прошлом году была дополнительно выделена более 10 миллиардов рублей. На этот год мы запланировали на трехлетний бюджет 8 миллиардов рублей. В Риотове областной наказ выполняют. Модернизация здравоохранения идет полным ходом. Открытие нового отделения в клинической больнице – лишь часть проделанной работы. Сергей Юров уверяет, на этом останавливаться не собираются. Я уверен, что с поддержкой правительства Московской области, с поддержкой Московской областной думы мы и дальше сможем развивать. Потому что есть, конечно, наработки, есть перспектива по расширению методов и подходов. Вот именно такой высокотехнологичной помощи здесь у нас на базе нашего хирургического комплекса. Отделение эндоскопии – уникальное явление. Здесь не только лучшее оборудование, но и самые сильные специалисты. Способны в буквальном смысле вытащить с того света. Александр Евгеньевич попал в эндоскопию после операции в Москве. Со слезами вспоминает о том, что произошло в столице. Московские хирурги работу, мягко сказать, не доделали. Проблемы с желчным пузырем грозили настоящей катастрофой. Сейчас все это в прошлом. Чувствуют себя хорошо. Готовятся к выписке. Вот даже персонал, персонал, заходят приятно даже. Младший персонал, старший. Утром, доброе утро, вечером, спокойной ночи. Знаете, даже отношения очень-очень приятные. Пять в день до трехсот в месяц. Операции в отделении стали проводить гораздо быстрее. Они длятся от 25 минут и максимум до четырех часов. В больнице говорят, оборудование простаивать не будет. Пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта много. Но добавляют, благодаря современным технологиям лечить будут быстрее, качественнее и почти безболезненно. Лучших ученых Московской области поздравил губернатор Андрей Воробьев. Глава региона вручил ученым награды и благодарственные письма за большой вклад в развитие науки. Среди них и Максим Палкин, помощник генерального директора НПО «Машиностроение». За какие заслуги риотовчанин был удостоен награды, расскажем сегодня в выпуске «Городских новостей». В Риотове прошло заседание местного отделения «Единой России». В центре внимания были итоги форума первичных отделений партии, на котором две недели назад озвучили меры по совершенствованию сферы ЖКХ. Эти предложения поддержали и в городской партийной ячейке. В заседании принимали участие глава города и спикер областной думы. На встрече отметили, в Риотове все управляющие компании успешно прошли лицензирование, а информация о работе коммунальных предприятий становится доступнее. Также успешно реализуется программа по капитальному ремонту домов. Программа капремонта, которая реализуется, она должна быть максимально доходчивой, прозрачно обсуждаться с жителями, как это все происходит. И тогда, естественно, будет результат. Результат по итогам выборов, результат удовлетворенности того процесса, в котором мы все занимаемся, в том числе и политической борьбы. В Центре социального обслуживания КЛЁН прошел мастер-класс по рукоделью «Добрые дела». Организаторы мероприятия уверены, пожилым людям интересно не только заниматься творчеством, но и просто общаться со своими молодыми наставниками. Большой интерес занятия вызвали у женщин, но были и любопытные мужчины. Пенсионеры учились делать закладки для книг, которые, по их словам, они подарят детям. Такие мастер-классы станут традиционными, следующий урок проведут в Международный женский день 8 марта. На этой выставке не увидеть таблички и руками не трогать. Прикасаться не просто можно, а даже нужно. В экспозиции почти три десятка экспонатов, которые позволяют познакомиться с историей фильмов и золотой коллекцией советского кино и их создателями. Здесь каждый может стать героем культовых советских фильмов, отправиться в круиз с героями «Бриллиантовой руки», сходить в гости в общежитие к девчатам и прокатиться на легендарной «Черной молнии». Мне понравилось, как будто я ощутилась в этом фильме, сделала очень качественные фотографии, получилось очень круто. Мои друзья подумали, что я прямо там. Но больше всего интерес у юных посетителей выставки вызывает старая техника. У кинопроекторов собирается аншлаг, ведь есть редкий шанс посмотреть мультфильмы не по телевизору или планшету. Это называется кинопроектор «Радуга-2». В нем заправлена настоящая пленка с 1977 года, мультик «Меловица». И зрители сами могут его включить, запустить и посмотреть этот мультик прямо у нас на стенах экрана. Одиннадцатиклассник Евгений Барышников мечтает связать свою жизнь с кино. Уже решил, учиться будет в ГИТИСе или в Авгеке. И эта выставка говорит хорошую возможность перед поступлением пополнить свои знания об истории отечественного кинематографа. Эта выставка помогла мне понять, представить себя с другой стороны, она подтвердила мои мечты, что стать актером, играть в фильмах или даже снимать фильмы. По-моему, это круто. По данным ГИСМЕТИО, утром ожидается 5 градусов ниже нуля, днем будет ясно и минус один. Ветер южный до 6 метров в секунду.